Село Кын и Кыновской завод были построены Строгановыми в 1759 году. Кын – один из немногих сохранившихся до наших дней населенных пунктов горнозаводской цивилизации. Но история села началась еще в каменном веке, когда в этих местах появились первые люди. В Кыну найдена самая известная бляха пермского звериного стиля – медведь в жертвенной позе. Пять из шести подобных артефактов найдено здесь. В 2010 году в селе установлен памятник начала Пермского края. Если прикоснуться к лапам медведя, то сила предка перейдет к человеку. И сегодня, попадая в Кын, оказываешься во власти легенды. Кажется, вот-вот встретишь рабочих мастеровых или часовских сплавщиков. Примерить на себя их тяжелую вахту отчасти, возможно, сплавляясь по реке Чусовая, где вас встретят скалы-бойцы. Каменные гиганты – самая известная достопримечательность Чусовой. Бойцами их назвали «За суровый нрав». Во время сплава железных караванов оскалы в щепки разбивались барки с металлом. Из 96 бойцов шесть находятся на Кыновской гряде. Печка, Великан, Воробей, Денежный, Стеновой и Мултык. Сегодня бойцы миролюбивы. Они – геолого-ботанические и ландшафтные памятники природы. Героям железных караванов посвящен памятник, установленный в 2009 году. Он выполнен в форме лота-якоря. С его помощью сплавщики спасали барки от крушения, бросая связки лотов за борт и замедляя ход. Кын – первый населенный пункт, который встречает тех, кто попадает в Прикамье под Чусовой, соединяющий Европу и Азию. Начинаясь на территории Свердловской области, большая часть маршрутов заканчивается в селе Кын. Здесь можно увидеть единственный в Прикамье наиболее полный комплекс зданий горного завода – цеха, склады, амбары, остатки плотины, каменную пристань. Красивейший свято-троицкий храм – одно из самых величественных каменных сооружений Урала. Кын – родина российского бизнеса. В 1864 году здесь создано первое кооперативное общество потребителей. В селе есть свой уникальный музей. В нем собраны более 150 предметов и документов, самые ранние из которых относятся к XVIII веку. В годы Гражданской войны железнодорожная станция Кын оказалась стратегическим пунктом, через нее открывалась дорога на восток. Здесь развернулись главные события необычной войны – войны бронепоездов. Кын обеспечивает гостей любыми видами развлечений – пешеходные экскурсии, рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, сплавы и экскурсии на катерах. Кын – идеальное место для экстремальных видов спорта – скалолазание, спелеотуризм, рафтинг, лыжные прогулки, горнолыжный спорт, снегоходы и квадроциклы. Кын сочетает в себе уникальное историческое прошлое и креативное настоящее. Кын – Уральская Венеция.